Ребята, всем привет! Сегодня для вас будет очень крутой, очень интересный и очень легкий, но не менее эффектный урок по игрушкам. И здесь будет все, вообще все техники, которые я знаю, все, что можно намешать, все мы намешаем. Первое, что нам нужно убедиться, защитили ли мы себя, ровная ли у нас поверхность, влажность проверяем, да, потому что аминная пленка, но здесь она сыграет минимальный, знаете, риск, но при работе со смолой мы убеждаемся в том, что все хорошо. У меня всегда включен обогреватель, когда приходит смола, только купленная, я ее ставлю возле обогревателя, чтобы она разогрелась, чтобы она размягчилась. И вам советую, чтобы лучший финиш был, чтобы лучший эффект проходил. Разогревайте смолу, ставьте ее возле обогревателя. Теперь очищаем наши молды от старых кусочков, от всего, что у нас налипло. Берем скотч, очищаем. Сильно не царапаем молд. Создавая какое-то изделие, мы не берем зубочистку и не тыкаем в молд. Если вы поцарапаете молд, все, он будет отпечатывать эту царапину на каждом вашем изделии. Поэтому будьте... Я этот эффект вам хочу показать на глянцевой поверхности молдов и на кристаллической. Все ссылки на молд и все у вас есть, пропорции есть, все. Теперь, так как я торопыгаю еще там, я замешала в средней вязкости смолу от резинпро, промокод натерюм, на скидку 10%. Но в идеале, когда мы работаем с сухоцветами, нам нужно выждать. Нам нельзя залить первый слой, уложить сухоцветы и начать создавать еще какой-то эффект. Потому что сухоцветы поднимутся, но мы можем обхитрить. Это правило работает только на миниатюрных заливках, потому что... И особенно если вы будете заливать сухоцветы, хочется же, чтобы их видеть с разных сторон, что они красивые. Я вам покажу хитрость, к которой я иногда прибегаю. Замешала смолу, живую смолу. С этим эффектом, кстати, очень бы классно вела себя густая смола. Поэтому если есть у вас густая смола, берите ее, потому что в густой смоле очень круто работает Петри, а у нас частично будет Петри. Так, и замочек хочу пролить тоже. Поэтому есть густая, берем густую. Так, и давайте птичку. Проливаю, видите, неравномерно. Я проливаю лужицами, потому что хочу в эти лужицы уложить сухоцветы. Вот те, которые я заранее приготовила, вот, на старе у меня стоят. Выкладываем сухоцветы. Но, опять я повторюсь, сухоцветы наши всплывут, если смола их не задержит. Как мы работаем с сухоцветом? Мы должны сделать выкладку и дать смоле постоять, чтобы она полимеризовалась. Если мы не дадим, то сухоцветы в следующей нашей заливке всплывут. Но мы хитрые. Мы наши сухоцветы придавим камушками. Так как у меня сверху будет дизайн еще, мне не нужно делать прозрачную заливку, чтобы видно было, что с обратной стороны я тут хитрю. Я свои сухоцветики утоплю камушками. Поэтому беру большие камешки, ну, те камешки, которые позволяют мне высота моего молда. Чуть-чуть обмакните их, чтобы они были жидкими. Так, вот сюда еще цветочек хочу положить. Обмакнуть зачем? Затем, чтобы... Или капнуть смолой. Чтобы они не сползли, когда мы сверху будем сейчас проливать смолой. Так, укладываем. Тем временем мы займемся, пока смола у нас стоит, мы займемся колировкой смолы. Основной рисунок у нас будет создаваться с помощью ПЭТРИ и окрашенной перламутровой смолой. Вот для перламутровой смолы я и выделю дозированную ее, ту, которую вот окрашу. Так, нет, наверное, многовато. Не, пускай будет. Вот, ее я окрашу... Сюда поставлю. Ее окрашу белым перламутровым пигментом. Дальше... Дальше я буду проливать... Нет, еще одну сделаю синюю. Это для окантовочки. Все, остальное у нас остается смола прозрачная. Теперь окрашиваем синим пигментом. Эта смола должна быть максимально витражная. Вот, поэтому я одну каплю, вторая вражеская упала, но она такая пол капли. Вот, можно даже было бы еще нежнее. Да нет, в принципе, хорошо. Проверяем на шпате, чтобы была витражная. Что такое витражная? Сразу представляем витраж, стекло. Оно имеет цвет, да, красивые витражные рисуночки. Они имеют цвет, но они прозрачные. Поэтому у нас должна быть прозрачная эта смолушка. Шпатель можно убрать. Смолу оставляем. Теперь нам нужно окрасить белую. Белая у меня будет перламутровая. И белая она должна настояться. Этот эффект капельный, он просто упадет и расползется, и будет грязь, если мы его создадим живой смолой. Живой это той, которая сразу замешана. Этот цвет нам нужно, чтобы он был максимально плотный, максимально укрывистый, максимально насыщенный. Я не хочу его делать супер белым, но я хочу, чтобы он был супер перламутровым. Вот, видите? Перемешивайте очень-очень внимательно и очень хорошо, чтобы у нас никаких нигде не было не застывших частичек. Потому что пигмент сам по себе не застывает в смоле. Пигмент, он остается красящим до, ну, все время, пока смола не перекроет его. И если у вас где-то вы пропустите, и пигмент ваш останется не застывший, это просто будет грязь. И его мы выливаем в мешочек. В мешочек кулинарный. Это вообще моя любовь. Я обожаю дизайны сервировочные с мешочком. И в телеграм-чате школы уже там есть уроки на эту тему. Так, выливаем. Держите все всегда рядышком. Ребята, когда посмотрите урок этот, вы мысленно выпишите себе те материалы, которые нужны. Сядьте спокойно и продумайте мысленно, пошагово, как вы сделали этот урок. Звучит наивно, но поверьте, это очень помогает. Это вообще очень помогает дальше. Когда вы захотите, например, свой собственный урок записать. Когда вы захотите, я не знаю, выступить на телевидении или записать свой ролик на ютубе. Поверьте, это поможет. Мысленно сели и поэтапно продумали, что мы делаем. И каждый этап прописали, что нам нужно делать. И тогда исключит все ваши ошибки. Оставили наш мешочек. Ножнички рядышком должны у вас быть. А теперь займемся, пускай смола немножко наберется вязкости, займемся еще декорированием и украшением. Для этого я хочу взять зубочистку. Чуть-чуть ее вмокну в смолу и возьму фольгу. Мне нужно ее разорвать на меленькие-меленькие кусочки и распределить. Я, конечно, кто следит за мной, знает, что я еще тот цыганский табор. Я люблю очень блестки. Я люблю очень украшения. Все, что притягивает внимание, притягивает глаз, я просто обожаю. Поэтому вот сейчас, что я очень скромно добавляю поталь, это вообще не характерно для меня. Но здесь будет очень красивый дизайн. Слишком много очень в представлении этой техники. Здесь будет красивый дизайн. Его захочется рассматривать. И я не хочу отвлекать большим количеством, знаете, искусственно наваленных камней и блесток и всего прочего. Поэтому здесь я хочу соблюсти такую спокойную классику, как говорит Маргарита. Процитирую ее. И вот остаточек на крылышке. Куда вы можете добавить вообще все, что угодно, все, что вам нравится, все, что вам захочется. Я еще, знаете, ребятки, хочу вот сюда в машинку добавить сухоцветы вот гортензии. Я чуть капну прозрачно. И смотрите, для новичков информация. Когда смола находится в объеме, что такое в объеме? В узкой поверхности, вот она у меня стоит, она набирается вязкости быстрее. То есть если мы хотим, чтобы наша смола полимеризовалась быстрее, набиралась вязкости быстрее, мы ее оставляем в объеме. Если мы хотим, чтобы наша смола не набиралась вязкости, а оставалась такая подольше, не застывала, мы ее оставляем, ну не оставляем, а распределяем по плоской поверхности, либо разливаем, либо по стаканчикам. То есть вот это тоже для себя понимаем. Так, цветочки распределите. Вот я гортензия. Видите, они белые, они прозрачные очень. Это я хотела вот специальную машинку. Ну, можно, в принципе, и на птичку, или на этот. Они, когда пропитываются смолой, они становятся прозрачными. Этого можно избежать, проклеить их скотчем. Но я, в принципе, просто лишь заполнить пустоту хочу. Теперь я проливаю прозрачную смолу и проливаю ее сверху на сухоцветики, на свои синие. Чуть-чуть аккуратно выливаю. Сейчас хочу посмотреть, не двигаются ли они. И отлично не двигаются. Так, а теперь мне нужно то же самое сделать с гортензиями. Их уложить камушками, потому что они тоже всплывут. Вот. Не забывайте. Каждый сухоцвет, который не застыл в смоле, в слое, да, он всплывет. Теперь распределяем смолу синюю. Это тоже зависит вот от того, насколько, как вы видите, где вы ее хотите. Я хочу ближе там, где будут у меня синие цветочки. Ой, белые цветочки. Потому что на контрасте, чтобы они работали. Чтобы они там смотрелись чуть поярче. Вот. Вот. На крышке. И на ключик. А теперь остаток смолы проливаем. Не до конца весь наш молд заполняем, потому что у нас еще сейчас будут белые капли. Проливайте, знаете, оставьте еще несколько миллиметров, чтобы можно было еще прокапать белой смолой, которая у нас перламутровая. Ключики пролью побольше. Птичком. И вот этот ключ. Так. И сейчас на этапе вы можете еще, знаете, куда-то добавить блесточек. Вот эти блестки, кстати, я купила в магазине оптовка для праздника. И они меня прям очень радуют, как они себя ведут. И смотрите, какое большое количество вот этот пузырек. И мне их хватает на очень долго. Золотые можно кое-где. Вот в таком дизайне, чем больше фактуры, тем лучше и интереснее становится ваша работа. Ее хочется рассматривать. А так как это небольшая заливка, да, вы должны максимум красоты сделать в этом дизайне. Поэтому продумывайте все, как я уже говорила, и создавайте прям вот неповторимую работу. Теперь, ребят, берем чернила. Нам нужны синие чернила и белые. Смотрите, у меня синие чернила пената. И я их прокапываю вот переходом к где синие у меня. Вот, чуть зрачные, тоненькими капельками прокапываем хаотичные капли. Вот, есть. И вот так вот многослойность, многофактурность создавая, вы делаете игрушку уникальной. Можно зайти в часть, где Пеатри. То есть здесь уже смотрите для себя. Просто мысленно представьте, где вот такие вот облачка будут хорошо смотреться. Прокапывайте часто, не прокапывайте редко сильно, потому что капельки будут смотреться отдельно друг от друга. Чаще смотрится красивее. И вот поэтому я вам говорила, оставляйте количество смолы, чтобы было место, куда прокапать. Где-то я вот уголочек запомнила. Там, где синенький цветочек, я запомнила, где у меня голубые гортензии. Я прокапываю чуть больше, чтобы на контрасте голубой и сзади выступали мои капельки. Ребят, а еще, когда смола набралась вязкости, это вот прошло минут 25, Я взяла зубочистку и в том месте, где я сделала Пеатри, я аккуратно сверху чуть-чуть порисую завитушки. Аккуратненько. Не достаем молда, да, помним. Нам молд царапать нельзя. Вот. Есть. Можете не делать это, можете сделать на одном, проэкспериментировать и посмотреть, что получится. Все. Оставляю полимеризоваться. Ой, это всегда так волнительно. Так. Разворачиваю. Упаковочек. И. Какая вкуснятина. 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 Продолжение следует... Продолжение следует...